В этом спектакле без исключения каждая роль уникальна. Про каждую роль можно говорить отдельно и рисуется длинная подробная биография, но Варвара действительно для меня особенная. Все мои героини, и Луиза, и Варя в Вишневом саде, и Маша, и Ирина, у всех, мягко говоря, не шибко благополучная судьба, но никого мне так безмерно не жалко, как Варвару, потому что это самая нечестная история, которая могла произойти с женщиной, которая обрела настоящую любовь, настоящую, которую можно встретить один раз в жизни. И только из-за предрассудков, из-за зависти, из-за обделенности женской, из-за каких-то общепринятых правил их с Михаилом растащили, разорвали, по сути, соединившееся целое. В Михаиле Пряслине меня восхищает его наивность. Я не знаю, герой, не герой, но определенно нужны личности, на которых захотелось бы посмотреть в самые пасмурные, тяжелые, депрессивные дни, которых захотелось бы почитать, послушать, увидеть. И от встречи с которыми тебе становилось бы чуточку легче. Я думаю, такие люди нужны. Не обязательно это должны быть герои, которые бросаются на образовую танк. Это могут быть очень простые люди. Лиска-то это такой образ невероятный. И я бы очень хотела быть похожей на нее, хотя бы немножечко. Я бы хотела сказать, как мы похожи с ней. Но, наверное, слишком мало мы знаем о себе, чтобы я могла делать такие заявления. Да и Алиски мало знаю. Но какие-то ее поступки, качества меня восхищают в ней. Я бы хотела в таких каких-то ситуациях поступить, как она. Мне сложно себя оценивать со стороны. И мне кажется, что мой герой самый положительный в этой истории. Просто все остальные, в основном, может быть, такие куски жизни, но все остальные переживают туда-сюда. А я увидел как бы одного человека, в котором какое-то оптимистическое начало. И вот оно меня очень подкупило. Рок-н-ролльщик. Мне кажется, Егорша. Ну, в плане отчаяния какого-то внутреннего, в плане, может быть, нетерпеливости к жизни какой-то, желание ее вкусить, поиска внутреннего, не знаю, жажда ее. У меня очень долго... Ну, и сейчас, конечно, не все получается. Потому что это очень сложная роль в том числе. Я вдруг узнал от моего дедушки, что, оказывается, мой прадед был знаменитым плотником в белорусской деревне. И вдруг у меня что-то прям как будто... Что-то вот у меня там... Что-то там со мной случилось. И я спросил, а он делал гробы? Дедушка сказал, конечно, делал. К нему там с окрестных деревень бабушки сходились и просили у него сделать, когда они умрут, им гроб. Вот просто в точности, как это происходило с Житовым. Просто я понял, что это мой прадедушка, и я играю про свою... про свою семью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова